Владимир Васильевич, говоря о поступлении налогов в бюджет, каким был в этом плане финансовый 2017-й? В 2017-й год поступление платежей в бюджет напрямую зависит от работы реального сектора экономики. Прогнозные показатели сложились успешные, поэтому и поступление платежей в бюджет было с динамикой на увеличение. 2,25 млрд рублей – это консольдерный бюджет Гомельской области. Это порядка 102% от плановых назначений. Выполнен республиканский бюджет, выполнен местный бюджет. Более 77% – поступление от предприятий государственного сектора экономики. Определенная часть, порядка 17%, – это поступление от малого и среднего бизнеса. 2,3% – поступление индивидуальных предпринимателей. 3% – поступление от физических лиц. Основную долю налоговых поступлений составляет подоходный налог – порядка 22%. 3% – акцизы и налог на прибыль. Вот эти три источника дают более 50% доходной части бюджета. 2018 год. Все мы хотим стабильности. В связи с этим очень интересно, стоит ли ждать значительных изменений в налоговом кодексе. С седьмым декретом глава государства определил, будут они или не будут. До 2020 года значительных изменений не будет. На 2018 год в том числе. Главу государства дано поручение до 1 сентября внести, доработать налоговый кодекс, максимально его упростить, чтобы он был доступен для всех субъектов предпринимательской деятельности, как организации, предпринимателей, физических лиц. Но в то же время сохранить объем поступлений. Поэтому 2018 год он стабилен. Ставки налога до 2020 года или новые налоги до 2020 года вводиться не будут. Осень и зима принесли в Беларусь серьезное потепление бизнес-климата. К примеру, указ президента о развитии ремесленной деятельности, который вступил в силу в середине января. По каким правилам теперь будут работать мастера хендмейт? 8 нормативных документов. Конец 2017 года. Начиная с 19 сентября и заканчивая уже декабрем месяцем. В том числе и ремесленная деятельность. В области сферы этой деятельности, конечно же, развита. Что здесь нового? Это возможность ремесленнику сегодня продавать свою продукцию в более широких местах. При помощи интернет-ресурсов. Продавать свою продукцию с производственной своей базы. И что важно, раньше ремесленник мог иметь одного подмастерия, одного ученика. Сегодня можно иметь ему троих подмастерий, троих учеников. Но это, скажем так, неоплачиваемая работа. Это работа научиться этому виду деятельности. И иметь возможность где-то что-то потом после получения вот этих навыков организовать какой-то свой бизнес, заняться в сфере ремесла своим направлением. Еще один документ, декрет номер 7, который стимулирует как раз таки самозанятость, инициативность, и расторопность. Как считаете, почему этот документ уже сегодня называют долгожданным и где-то резонансным? Общаясь с субъектами предпринимательской деятельности, особенно в сфере производства, в сфере общественного питания, высказывались ряд нареканий на обременение и ведение бизнеса. С созданием условий, которые приходилось терять определенный период времени, чтобы запустить этот бизнес. По ряду направлений. Самое главное, что здесь положены принципы. Принципы взаимосотрудничества государства и субъекта предпринимательской деятельности. Их там несколько прописано. И если мы вот эти принципы возьмем за основу и выполним, то мы много чего здесь достигнем. Упростится требование МЧС, санитарной службы, карантинной службы. Что касается налогового законодательства, тоже есть, конечно, упрощение. Элементарно, если физическое лицо, индивидуальный предприниматель мог оказывать услуги по ремонту в своем гараже, в каком-то гаражном кооперативне, надо раньше было ему иметь согласие с членом гаражного кооператива. Сегодня такого согласия иметь не надо. Его инициатива, и он осуществляет деятельность. До 2020 года неизменение налоговой нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности, что позволит субъектам спланировать свою деятельность, спланировать свою прибыль и видеть, куда дальше можно расширяться. То есть эти документы как раз-таки ту самую стабильность, которую мы так ждем и которые привыкли, гарантируют? Я думаю, да. Но это, я думаю, не последний документ, потому что пришло время, когда мы совершенствуемся. Государственное управление совершенствуется и слушаем бизнес в части того, какие ниши он хочет, скажем так, исследовать и куда хочет попасть. Государство должно создать условия, а бизнесмен должен пойти на эти условия и зарабатывать, и платить налоги. Владимир Васильевич, спасибо за интервью. До новых встреч в эфире «Беларусь. Тэр». Вам большое спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Спасибо.